Автолюбители сделали музыку такой громкой, что зашевелились волосы. В Северодвинске состоялся открытый кубок по автозвуку. Послушать качественную и громкую музыку в конце морского собралось более трех сотен горожан. В этот день музыка была настолько громкой, что волосы вставали дыбом. Для усиления звука Юрий Козлов в своей машине установил четыре сабвуфера. По словам молодого человека он год просидел в гараже и немало потратился, но сумму не оглашает. На автозвуке 29 у него одна из самых громких машин. В открытом кубке участвуют каждый год. А также мощность звука в своем авто демонстрировал на аналогичных фестивалях в Котласе. Говорит, всегда занимает первые места. В этот раз Юрий участвует в двух номинациях. По фронту громкость звука измеряется шумомером и по давлению. Здесь оценивается наращивание звука. На парковку приезжаем, кто-то просит включить, включаем. Соседи не ругаются? Ругаются, но я уважаю. После девяти, после десяти не включаешь, ночью не слушаешь. Уважаешь людей и их спокойствие. На автозвуке собрались более 30 участников. Меломаны съехались как из Северодвинска, Архангельска, Новодвинска, так и Котласа. Жюри оценивало качество звучания в машинах, где аппаратуру автовладельцу установили самостоятельно, а также в профессиональных установочных студиях. И ставили оценки по звуковому давлению. Громкое звучание в децибелах измеряли басметром. На давление у нас четыре класса. То есть звуковое давление это SPL1, SPL2, SPL3, SPL4. То есть тут именно уже идет по количеству и по мощности сабвуферов, то есть градации участников именно по мощности звуковой системы. Оцениваются дребезжания салона, то бишь прогоняется свиптон, плавно поднимающаяся частота от низких частот до высоких во всем слышимом диапазоне. И вылезающие при звуке салонные, то бишь как плохо зашумленный салон у нас. За каждый дребезжий записываем минус балл. Недостатки аудиосистемы выявляют при помощи тестового диска. Так называемый аудиодоктор показывает, если аппаратура плохо сфокусирована или настроена. Ну грубо говоря, все что стоит в моей машине на общую стоимость где-то может, с учетом того, что ставил сам, к примеру, да, ну 100-110 тысяч где-то так со временем. Мне это нравится, мне это удовольствие доставляет. Удовольствие ехать в пробке слушать музыку, когда стоишь, и удовольствие все собирать, настраивать. В этом году будет «Синус» у меня. Ну, может быть, песенка будет. Но будут, не знаю, как вам сказать, что-то смешанное. И рэп, и такое. И электроника может быть. На третьем «Автозвуки-29» жюри выбрало 33 победителя в 11 категориях. В планах организаторов усовершенствовать качество звука и организацию мероприятия до всероссийского уровня. И, возможно, на следующий год в наш город съедутся меломаны из соседних регионов. Евгения Карелина, Станислав Крылов, Вестник Северодвинска.